Голосование у Гродинской области протягивается. Сбор и анализ информации отбывается тягом дня. Финальные дадены будут огучены поздней. А Пакуль с попередними звездками о бегущем стане справ в нашей сдымочной группе рассказали у Гродинской областной выборчей комиссии по выборах депутатов у Мясовые советы. На сегодняшний день в городе Гродно и Гродинской области с 8 часов утра начало работать 675 участков для голосования. К тем участкам, которые голосовали досрочно, прибавилось еще 41 участок для голосования, которые открыли свои двери в лечебных учреждениях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, то есть местами постоянного пребывания людей, оздоравливающихся или лечащихся. У нас их, я еще хочу раз повторить, таких 41 участок. Всего в ходе досрочного голосования по Гродинской области проголосовало чуть, практически 35% избирателей от количества включенного в списки для тайного голосования. Ну и мы можем говорить с уверенностью о том, что избирательная компания преодолела свой экватор. У нас выборы в Гродинской области состоялись, поэтому мы сейчас ждем уже окончательных цифр на 20 часов вечера для того, чтобы окончательно говорить о той цифре, о той явке, которая была по Гродинской области в ходе выборов депутатов, местных советов депутатов. Ну и, конечно, в разрезе округов, в разрезе территорий, в разрезе каждого совета мы уже будем иметь информацию несколько позже, когда участковая избирательная комиссия закончит свою работу, соответствующие протоколы представят в территориальные и в окружные комиссии по выборам областных депутатов, сельских депутатов. То есть завтра мы будем иметь уже информацию о тех персонально лицах, которые избраны депутатами разного уровня. По докладам с мест выборы проходят в спокойной, деловой, нормальной обстановке. У нас на участках для голосования практически на каждом работают не по одному, а по несколько наблюдателей, которые контролируют, вернее, наблюдают за избирательным процессом. Серьезных замечаний по организации проведения избирательного процесса нет. Моя оценка – добротно подготовленные выборы, которые в целом организованы и проходят очень корректно, очень правильно. Самое главное – с соблюдением требований избирательного законодательства. Мы просили, чтобы на каждом участке для голосования работали буфеты, была организована торговля, чтобы была организована какая-то культурная программа для избирателей, чтобы не просто так человек пришел на избирательный участок. Да, он приходит, да, он как гражданин делает свой выбор, он избирает депутата, который на протяжении четырех лет будет отстаивать интересы. Ну и в то же время, чтобы это был праздник, чтобы это было хорошее настроение, чтобы этот день запомнился ему, запомнился и деткам, которые, я очень надеюсь, пришли с ним вместе на избирательный участок и получили первый опыт участия в избирательной кампании, уже как наши граждане, которые еще пока, к сожалению, не принимают участие в голосовании.